За последнее время заметно преобразилась спортплощадка возле школы номер 3. Здесь появилось множество разнообразных тренажеров. Большой рукоход, два лабиринта для детей и взрослых, шведская стенка, тренажер для пресса, а также судейская площадка и лавочки для болельщиков. Естественно, это воплощение мечты моей как учителя, потому что возникло острое желание, последний писк души обратиться за помощью по усовершенствованию площадки. Мы написали просто письмо как обращение господину Урбанскому, что мы не ожидали такой быстрой реакции вообще. Мы ее совсем в общем-то не ожидали и тут оказалось, что в течение двух дней к нам приезжает представитель от депутата, который записывает все мои пожелания. Жалко, меня остановили где-то на половине листа, который я заполнила. Вот у меня были еще пожелания, но они записали так много. Я лично тоже уже не ждала ничего из исполнения, потому что мы к этому не привыкли. Выборы уже прошли и уже я не ожидала. Но оказалось, что буквально через неделю к нам уже приехали с планом работ, а еще через какое-то короткое время, я уже не помню, нам уже начали устанавливать необходимое оборудование для установки всех этих прекраснейших тренажеров, которые потом все равно установили. Все это сделано на очень хорошем уровне, качественном. Нам остается только покрасить и использовать. Дети используют уже самостоятельно в полном объеме. Они с первых же дней на них повисли на этих буквально всех металлических конструкциях. Снять их очень тяжело. Занимаются также и жители всего города. У нас спрашивали разрешение приходить заниматься у директора Натальи Алексеевны. Естественно, никому не запрещено заходить на территорию школы, поэтому добро пожаловать. Теперь у нас остается, конечно, наша личная проблема. Это найти такую уйму краски на покраску таких вот огромной площади металлоконструкций. Но по сравнению с тем, что установлено, это, конечно, мелочи жизни. Все тренажеры изумительные. У меня, конечно, есть еще пожелания, но мне уже сказали быть скромнее. Вот, потому что, как объяснили рабочие, которые приезжают с Измаила и устанавливают, что такой площадки, как на данный момент у нас сейчас, нет даже в Измаиле. Поэтому к моей большущей благодарности господину Урбанскому присоединяется радость от того, что я знаю, что есть депутаты, которые исполняют то, что обещают, причем исполняют быстро, и еще и контролируют то, что обещают. Что очень приятно, поэтому для моей страны не все потеряно. Еще раз спасибо господину Урбанскому за воплощение надежды и мечты. Спасибо.